Почти 600 миллионов рублей. Таков финансовый резерв края для паводка. Материальные ресурсы оценили дороже – 650 миллионов. Алтайские власти впервые обозначили суммы, с которыми регион готовится к большой воде. Первая волна, по прогнозам, придет в начале апреля. В муниципальных образованиях, попадающих в зону весенне-летнего полуводия, подготовлен к работе 191 пункт временного размещения населения, общей вместимостью более 39 тысяч человек. Объем внушительный. Ровно год назад первая волна паводка уже топила предгорные территории. Первым ее встретил Краснощоковский. По словам жителей, о большой воде их никто не предупредил. Бежать было некуда, и пока люди прятались в домах, их скот тонул. От той волны пострадало 23 района. Сейчас в населенных пунктах вывозят снег, прочищают ливневки, но власти готовятся к различным сценариям. Понимаем, что не во всех городах есть полностью вся ливневая канализация. Мы понимаем, что есть объекты на территории, соответствующих населенных пунктов, производственные, у которых есть там шлама, хранилища, есть отходы определенные. Оградить от большой воды должны и новые объекты. В Черышском и Красногорском районах строят дамбы, в Алтайском завершают ремонт двузащитных гидротехнических сооружений. Тем не менее, многое, подчеркнул Миняйло, зависит от прохождения волны по республике Алтай. По словам ученых, там пока ничего не предвещает беды. Снега в горах примерно на треть меньше, чем в прошлом году. Если экстраординарного ничего не случится, типа 2014 года, когда там осадков выпало, то, естественно, ничего не будет. Власти же намерены готовятся к худшему сценарию. Согласно ему, в зону подтопления в этом году попадут 204 населенных пункта с населением 42 тысячи человек. Анастасия Дороган, Наши новости.